Привет всем! На старте марафон, наш теледневник спортивной жизни Воронежа. Сегодня в выпуске. Смотрите. Последний бой. Воронежец Илья Курзанов на турнире «Файт Райт» проиграл в титульном бою Аделету Нурматову и объявил о завершении профессиональной карьеры. Все закончилось удушающим приемом во втором раунде. Четыре из четырех воронежские волейболисты в рамках домашнего тура не потерпели ни одного поражения и не отдали соперникам ни одного балла. Дважды в нашем городе был повержен Дагестан, вчерашний лидер высшей лиги Б. Золотые руки гиревики Воронежской области завоевали шесть медалей первенства страны. В эстафете наши спортсмены победили с новым рекордом России. К тому же впервые наш спортсмен завоевал медаль национального форума в жонглировании гирей. Этот февраль оказался по-настоящему успешным для воронежских спортсменов. Как-то даже не хочется с ним расставаться. Причем, наконец-то, нас на регулярной основе стали радовать игровики, даже волейболистки. Те после 20 поражений оформили победный дубль в гостях. Ну а на минувшей неделе на выезде дважды добились успеха наши гандболисты. Они разгромили молодежь из Астрахани. Игра в субботу завершилась со счетом 43-23. А в воскресенье преимущество нашей команды оказалось еще крупнее. 43-17. Причем до перерыва хозяева площадки лишь шесть раз поразили ворота. В турнирной таблице все как и прежде. По набранным очкам Воронеж второй, зато по потерянным первый. Борьба за выход в Суперлигу продолжается. А вот хоккеисты Бурана свой сезон уже завершили. Причем завершили вторыми с конца турнирной таблицы. Это, конечно, новость со знаком минус. А вот новость со знаком плюс. Под занавес регулярного чемпионата ураганные дали жару, победив в трех домашних играх из четырех. Причем в заключительном туре обыграли воронежцы ни много ни мало действующего чемпиона ВХЛ Тюменский Рубин. Думаю, не будет лишним сегодня вспомнить самые яркие кадры той виктории. И, конечно же, хотя бы в общих чертах подвести итоги сезона. Матчем с Рубином наш Буран сезон открывал, и поединком с ним же чемпионат закрыл. В начале сентября в Тюмени воронежцы уступили со счетом 1-4, но на домашнем льду спустя пять месяцев ураганные взяли реванш. Стартовая треть матча болельщиков горевыми атаками не порадовала. Соперники отправились отдыхать под скупые нули на табло. Егор Вельмакин за 20 минут отразил 10 бросков в створ. А вот его оппонент Егор Назаров лишь 5. Огорчить его особенно пытались Артем Марков и Даниил Лобанов. Во втором периоде, как и в первом, гости в два раза перебросали хозяев, но счет остался равным. Уже на 58-й секунде подопечные Дмитрия Крамаренко вырвались вперед. Автором быстрого гола стал Егор Дугин. На экваторе матча лучший снайпер Бурана вновь оказался в центре внимания. Теперь уже он выступил в качестве ассистента, а цель поразил Артур Демидов. Впрочем, еще до второго перерыва тюменцы отыгрались. На 35-й минуте после удаления Лобанова большинство реализовал Никита Мокин. Тренерский штаб хозяев усмотрел в этой атаке блокировку вратаряного судьи. Даже пересмотрев видеоповторы, нарушения правил не зафиксировали и гол засчитали. Ну а ликвидировали отставание хоккеиста Рубина за две минуты. До перерыва теперь уже в равных составах Мокин оформил дубль. Интрига покидать дворец спорта юбилейный явно не спешила. Зато заключительный период матча целиком и полностью остался за ураганными парнями. На 45-й минуте Дмитрий Соловьев вернул пальму первенства Бурану. Причем вновь в голевой атаке поучаствовал Дугин. На 51-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Зайцева, чем воспользовался Максим Казаков. Опять-таки при поддержке Егора, таким образом, Дугин в заключительном матче сезона заработал сразу 4 балла за результативность. Естественно, наставнику Рубина в концовке пришлось снимать вратаря и выпускать на лед еще одного полевого игрока. Но уйти от поражения его команде это не помогло. Окончательный результат в матче на 57-й минуте усновил Александр Шипилов, поразив уже пустые ворота. Итог. 5-2. Секретики все те же. Они и системно, и изо дня в день, и из игры к игре одинаково все. И из тура, то есть ты готовишься к туру, к четверке, и восстанавливаешься после игр, и готовишься к каждой игре побеждать на победу только. И ребята поверили, самое главное, что они могут. К счастью, у болельщиков Бурана не было предела после финальной сирены. Фанаты высыпали на лед, дабы лично поблагодарить каждого хоккеиста за такую яркую концовку сезона. Ну а игроки, в свою очередь, не скрывали благодарности болельщикам. Болельщику спасибо. Это наш шестой игрок, правда, и они, им большой поклон, низкий, и они заслужили вместе с нами эту победу. И мало кто в тот момент хотел смотреть в турнирную таблицу, а ведь там все очень и очень грустно. Нынешний сезон ВХЛ наша команда завершила на предпоследнем 25-м месте. В 50 матчах ураганные набрали 32 балла, одержав 10 побед в основное время и еще 2 в овертаймах. Ураганные пропустили 154 шайбы и стали авторами 109. Голов, но есть одно но. После Нового года Буран под руководством Дмитрия Карамаренко дал жару воронежцы. В 13 играх одержали 7 побед, в том числе оставили неудел чемпиона, серебряного призера и еще одного полуфиналиста прошлого сезона. Я счастлив, что познакомился с городом Воронич, познакомился с болельщиками, с ребятами. Я сегодня им говорил слова благодарности перед игрой от нас, от всего тренерского штаба. Я был счастлив. Это самое главное. Когда у меня спросил близкий друг, скажу, ты сейчас счастлив или нет? Ну, как у тебя дела? Я говорю, да, я счастлив. Это самое главное. Потому что почему счастлив? Для меня счастье – это искренность. Ребята были искренними, поэтому, а там, ну, уровень, оно что-то решает, а наш уровень такой, да. Ну, что мы были искренними, каждую игру отдали себе полностью, и нам не стыдно ни в одной игре перед болельщиками, ни в одной. Вот из-за этого благодарность ребятам. Добавим, что ураганная команда после игры с Урубином потренировалась еще неделю, а потом ушла на месяц в отпуск. Вновь наши хоккеисты соберутся вместе в апреле и начнут уже подготовку к новому сезону. Однако, в каком составе и с каким тренерским штабом, никто сказать сейчас не сможет. Крамаренко после матча с тюменцами заявил, что совсем не прочь остаться у руля Бурана. Но решение за руководством клуба. Героями февраля можно без лишней скромности назвать и волейболистов Кристалла Черкизова. Они тоже играли на домашней площадке. Но в отличие от хоккеистов, победили во всех четырех матчах. Болельщики здесь также были на седьмом небе от счастья. Ведь, помимо всего прочего, подопечные Дмитрия Митрофанова дважды обыграли лидера высшей лиги Б перед стартом тура в Воронеже. А вот теперь возглавляет дивизион Обнинск. И с ним Кристальным играть уже через неделю. Не сомневаемся, что и эта команда воронежцам в их нынешней форме точно по зубам. Ну а пока все подробности матчей с Грозным и Дагестаном. Второй и одновременно последний домашний тур в нынешнем сезоне, по крайней мере на предварительном его этапе, воронежские волейболисты проводили с командами Грозного и Махачкалы. Перед этими играми у нашей команды был солидный перерыв в чемпионате длиной почти в месяц. Так что, с одной стороны, парни успели как следует соскучиться по жарким волейбольным баталиям, а с другой восстановили силы и подтянули те аспекты, в которых ранее испытывали проблемы. В общем, месяц этот кристалл Черкизова провел с пользой. Ну, дело в том, что как бы мы большой объем физподготовки сделали перед Новым годом. Как раз мы уже поехали, скажем так, в Тюмень, уже, скажем так, тяжелым багажом, то есть физикой сильной. Вот, этот тур был перед Новым годом, да. Потом, скажем, тот, вот этот объем, он у нас очень хорошо выстрелил на туре в Ростове, да, когда мы обыграли Ростов, вот, который нас до этого обыграл, и ему, конечно, случайное было поражение. Мы собирали по делу. Команда сейчас, тем более, сейчас они сыграли в Майкоп, 1-1, и это прилично. Они там двигаются за свое четвертое место, вот, чтобы еще ничего не решено. Вот, поэтому физикой логовкой мы не занимались, мы занимались технической составляющей. То есть мы работали над подачей, мы работали над приемом, мы работали над организацией нападающих действий, вот, на переходе от защиты от нападения от игровочных мячей. То есть весь спектр. Вот, было проведено несколько спаррингов с командами Любицких Лих. У нас в Воронеже, к сожалению, мы находимся здесь реально далековато. Нам поиграть в ближайший был, у нас соперник – это Белгород, но в связи с последними событиями Белгород есть небезопасно, и, как бы, они тоже не принимают там. Поэтому нам играть не с кем. Мы только вот собираем тех ребят, которые когда-то играли в нашей команде, с удовольствием приходят. Вот те, которые сейчас у нас играют за рубежом, они приезжали, вот, на сезон, по-моему, была, на сезон короткий. Вот, где-то игроков не будут называть, и они помогали нам, вот, с ними мы играли, поэтому только вот так готовились. Открыли программу домашнего тура «Воронежцы» в четверг матчем с молодежью из Грозного. Однако игру эту начать вовремя не дали Обнинск и Дагестан. Их дуэль в нашем городе растянулась на пять партий. Причем первые две достаточно уверенно остались за Обнинском, а вот остальные три за Дагестаном. Конечно же, на фоне того волейбольного триллера матч с участием хозяев показался уж совсем скучным и предсказуемым. Была предыдущая игра перед нами, очень яркая, очень эмоциональная, напряженная, в которой победила команда Дагестана 3-2. И поэтому, скажем так, после таких эмоций, которые, в принципе, игроки не могут, они не пропускают через себя, они вышли на игру с заведомо слабым соперником, но мальчишки-школьники. Вот, и поэтому, скажем так, ну, тут накал страстей, естественно, не получился. Вот, что получилось? Получилась подача, которую, в принципе, мы, задача была ставить. Вот здесь поработал блок именно здесь, вот с этой компанией. В общем, что здесь еще можно сказать? Поиграли в защите, где-то была задача ставить один блок, чтобы поиграли ребята на задней линии. Что, в принципе, получилось. Молодежь из Чеченской Республики, занимающая скромное шестое место, уступила воронежцам в трех партиях. Встреча продлилась меньше часа. В первом сете гости довольствовались только 12 набранными баллами. В следующем игровом отрезке «Кристальные парни» позволили сопернику завершить в свою пользу 14-е розыгрыши. А вот заключительная треть матча увенчалась счетом 25-16. Отметим, что в этом матче приняли участие практически все игроки воронежской команды. Так и не вышел под сетку, разве что опытнейший Андрей Борзинец, который в нынешнем сезоне роль тренера совмещает с ролью палочки-выручалочки. Все, я считаю, получили равную игру, потому что я не могу сказать, что давайте побережем лидера. Мы вместе не играли, почему их беречь-то? На самом деле у команды сейчас потенциал есть. Команда после неплохих тренировочных подготовок находится в хорошей форме, поэтому нет смысла было передерживать кого-то, опасаться. Ну и опять тот же самый состав тоже крутит, по той простой причине, что команда не соответствует сильному сопернику с той стороны, по всему моему уважению к ребятам. Поэтому и дала возможность поиграть практически всем. Знаете, как в спортивной школе получилось. Кто у нас сегодня не играл? Вот я. Давай ты тоже поиграешь. Ну, есть возможности. Хотя, в принципе, в этом сезоне, вы знаете, у меня практически все задействованы. Все 13 игроков. А вот в пятницу вечером уже пришлось подключиться к игре и борозинцу. Матч с лидером стал для Кристалла Черкизова отличной проверкой на прочность. К счастью, избежать потери очков удалось. Даже тайбрейк не понадобился. Стартовый сет в этой встрече получился самым быстрым. Подопечные Дмитрия Митрофанова уверенно ушли в отрыв в 10-4. И с пальмой первенства уже не расставались. Итог 25-20. За здоровье хозяева начали второй сет. Повели 4-1. Даже вынудили гостей взять таймаут. Но развить успех воронежцам не удалось. Махачкалинцы оперативно наверстали упущенное. И оставили эту партию за собой. Причем с отрывом в 4 очка. Ну а дальше соперники держали друг друга на коротком поводке. В концовке третьего сета победу все-таки вырвали воронежцы 25-23. В равной борьбе прошла и четвертая партия. В ней успели полидировать и хозяева, и гости. На финиш сета команды вышли при счете. 18-18. Хотя перед этим Дагестан вел с отрывом в 3 очка. Далее соперники обменялись. Эйцами счет стал 20-19 в пользу махачкалинцев. Однако у них в самый ответственный момент сдали нервы. И они допустили 3 ошибки подряд. Таймаут чуть успокоил лидера сезона. Но переломной пауза не стала. При счете 24-24 как нельзя кстати оказалась подача на вылет от нашего Кристиана Сотникова. Позже матч-бол для Кристалла заработал Борозинец. А увенчала встречу атака махачкалинцев в аут. Итог 26-24. 3-1 по партиям. А ведь стоит заметить, Дагестан – команда с характером. Вот и в поединке с хозяевами он то и дело давал волю эмоциям. Но парни из Кристалла с чемпионским хладнокровием на это не реагировали. И правильно делали. Мы должны это понимать и полностью контролировать это. Во-первых, себя контролировать, свою внутреннюю энергию. И то, что льется извне. Поэтому ничего страшного. Работаем. Ну, выгоду от этого не извлечешь. По той простой причине, что они всегда так играют. Это их особенность эмоциональная. Некрасивая, неприятная на самом деле. Да, эмоции эмоциями, но они должны перешагить какой-то спортивный рубеж. Мы играем в волейбол, мы занимаемся спортом. Я согласен. Если мы перешагиваем рубеж, то давайте мячи бросаем, займемся другим делом. Можем за площадкой, на площадке, ее угодно. Это же неправильно. Поэтому установка одна и та же. Не реагируем на эмоции, на чужие, на провокации. Идем в свою игру. Потому что, еще повторяю, эмоций в волейболе хватает. Я тоже эмоциональный человек. Но волю давать своим эмоциям надо правильно бусить. Перед повторным воскресным поединком с Дагестаном воронежцам предстояло вновь сразиться с молодежью Грозного. Конечно же, в этой встрече мало кто сомневался в победе хозяев. Но о недонастрое с их стороны все равно и речи не шло. Понимали ее как положено. Как приехал соперник достойный, который вышел на площадку и сопротивлялся. А задача была выиграть, что и выполнили ее. Игра в субботу вновь не затянулась. Во втором сете гости набрали 18 очков, а в третьем 17. Зато в первой партии воронежцы от Грозненцев камни на камни не оставили, победив со счетом 25-4. И это, заметим, для Митрофанова даже не рекорд. 25-2 было. Но опять, это было не с командой. Это было с молодежью, когда мы играли в Пермисты России. У нас, я сейчас помню, мы играли с Тулой. Это была зональная игра в Пермисты России. И мы первую партию 25-2 выиграли. 25-4. Ну, вот сейчас все хвалились, там, вот, побит рекорд мячей в Майкопе. 48-30, хотя мы здесь тоже играли 48-30. Там 37-35. Ну, мы тоже побили, наверное, 25-4. Приехал в составе Грозного 2007 год. Ребята набираются опыта, играют, потихоньку начинают свой путь в волейбольной карьере. Поэтому, думаю, дело в этом. Еще им предстоит есть куда расти, а мы просто делаем свое дело. Закрывал же этот тур повторный матч «Кристалла Черкизова» с Дагестаном. Он к тому моменту в турнирной таблице опустился на вторую строчку, проиграв в субботу Обнинску в трех упорных партиях. Не познали радости махачкалинцы и в воскресенье. Хотя бились они снова достойно. Все изрядно устали, так как это последний день тура, четвертая игра. Противоположная команда тоже вымоталась достаточно. Да и мы, в принципе, чувствуем себя немножко подуставшими. Но искра горит, а руки делают. На старте поединка соперники выдавали на суд воронежских поклонников волейбола долгие упорные розыгрыши. При счете 10-10. Хозяева площадки положили в свою копилку три очка подряд. И вынудили махачкалинца взять тайм-аут. Он не помог. Отставание Дагестана выросло до 5 очков, а еще чуть позже до 7. После рейса Никиты Иванова. Сет же завершился со счетом 25-21. Сбегая вперед, скажем, в воскресном поединке помощь Борзинца уже не понадобилась. А вот Кристиан Сотников и рад был бы поддержать товарищей, но не мог. Я вынужден был сегодня играть без основного диагонального, без Кристиана Сотникова. В связи с тем, что в первой игре с Дагестаном он очень серьезно получил травму. Как он доиграл, я, честно говоря, не знаю, потому что пустил травму в первой партии. При счете 10-6, когда мы вели, после атаки он приземлился на собственный меч, когда попал в блок. Это ужасная боль, мы его рассматривали. Поэтому мы его бережем на данную игру. И я вынужден был поставить. Опять вынужден. Это у нас наигранная ситуация. Мы Креуша наигрываем диагональ. Вот. И сегодня сыграл неплохо Никита Ивановна на блоке. То есть сегодня как бы львиная доля очков, которая пришла на блок, на его счету. Плюс блок, естественно, Креуша в краях. Вот. Ну и опять говорю, вы понимаете, играть с такой командой нельзя вот так нахрапом, только его перебьет. Здесь только подход. Нужен подход, тренировочный подход, аналитический подход к этой команде. Однако уже во второй партии кристальные парни практически все время были в роли догоняющих. Потерянная подача. Мы перестали играть на блоке. Соответственно, у нас перестала играть атака доигровочных мячей. То есть тех, которые высоких. Вот и все. То есть мы перестали забивать. Мы перестали ловить этот вот кураж именно от блока, от подачи сложнейший. Когда практически там либо есть, либо что-то усложнее. Соответственно, соперникам мы не забываем. Никто не говорит, что это соперницким. Можно играть 3-0, как с Грозным. Я вчера не разошелся. Это серьезный коллектив, который буквально до вчерашнего дня шел на первом месте. Сейчас он на второе опустился. Но это команда призер. Это команда призер чемпионата России. С прошлого года. Это серебряный призер. И в этом году они опять идут призеры. Сейчас в финале все будет решаться. Поэтому все прекрасно понимают, что простой игры не будет. И никто не настраивался на такую победную трену. Первый тайм-аут Дмитрий Митрофанов в этой партии взял при счете 8-13. К счастью, дальше дела у хозяев площадки пошли чуть лучше. После отличной подачи от Виктора Чекмачева разница сократилась до 2 баллов. А следом, после очередной ошибки гостей, на табло загорелся равный счет 19-19. Увы, дожать противника нашим волейболистам все-таки не удалось. В концовке чуть лучше снова были гости. И победили со счетом 25-23. Впрочем, как и двумя днями ранее, радость Дагестана была недолгой. Третья партия для экс-лидера сезона оказалась самой неудачной. В ней команда из Махачкалы завершила в свою пользу только 16 розыгрышей. Ключевые очки здесь наши волейболисты заработали блоком. Уверенном, воронежцы начали и третью партию повели 6-2. Дмитрий Митрофанов каждому выигранному розыгрышу радовался уже словно решающему в сете. Отрыв Кристалла Черкизова достаточно быстро вырос до 7 очков. 15-8. Ну а покинули площадку соперники при счете 25-19. Точку в матче и во всем туре поставила атака Игоря Якунина. И, конечно же, подчеркивают тренер и его подопечные, особый вклад в эти победы внесли болельщики, которые на матчах с Дагестаном не оставили в зале свободных мест. Даже некоторым стоять приходилось. Конечно, это все чувствуется и ощущается головой, что за ушами все слышим, всю эту поддержку и благодарим огромное спасибо за то, что болеете за нас. Это седьмой игрок. Я полноценно могу сказать, что седьмой игрок. Меня часто спрашивают, как вы считаете, седьмой игрок помог сегодня? Я не могу сказать 100%. Вот сейчас для игры это вот, наверное, действительно. И так часто я говорю, что реально была помощь, именно поддержка, потому что зал завели, и мы не имели права показать игру при таком зале, отвратительную. Эти эмоции, которые команда дает, команде дают поддержкой, мы понимаем прекрасно, что есть плечо. Мы знаем, что та сторона, это практически наша часть, и мы для нее играем. И те эмоции, которые они нам дали, это эмоции заслуга зрителей. Поэтому хочу огромное спасибо выразить воронежской общественности, волейбольной общественности, вот этим вот людям, которые ходят, смотрят, потому что действительно очень приятно. Домашний тур воронежские волейболисты завершили серией из девяти побед подряд. Они не проигрывают в середине декабря. В турнирной таблице все теперь очень интересно. Наши волейболисты приблизились к Дагестану на расстояние в две победы. Но махачкалинцы провели на две игры больше. Возглавляют же таблицу Обнинского, активе которого на три победы больше, чем у Кристальных. Кстати, с лидером сезона воронежцы встретятся уже в следующем туре 3 и 4 марта. Причем мачете состоятся в Обнинске. Надеемся, победный настрой подопечные Дмитрия Митрофанова сумеют сохранить до того выезда. Вот это, наверное, уже работа тренерская. Понимаете, подвести эмоции – это одно, а, скажем так, работа волейбольная – это немножко другое. Как говорится, понимаете, можно выиграть в сражении, но войну ты не выиграешь. Тяжело много эмоций выиграть. Поэтому здесь должна быть плодотворная работа, поддержка, именно в правильное русло. Повторюсь, еще раз направлять. Но я думаю, что все у нас получится. Есть большое желание играть с медалью, выйти туда, выше даже третьих мест. Поэтому будем делать все, чтобы попасть выше, выполнять свои задачи. Это марафон. Мы продолжаем подводить спортивные итоги минувшей недели. Воронежский велосипедист Антон Попов, выступающий за команду «Волга Юнион Тим» в упорном спринте из отрыва, одержал победу в однодневной гонке в Дубае. Наш спортсмен в жару в 35 градусов преодолел дистанцию в 95 с лишним километров за 2 часа 4 минуты 38,42 секунды. Ставшего вторым алжирца Насима Саиди Попов опередил всего на 81 тысячную секунду. Отметим, что для Антона это был первый старт в нынешнем году. Тем временем в Оренбурге состоялся чемпионат России по легкой атлетике в беге на одну милю. Среди женщин одной из главных претенденток на победу считалась наша Светлана Оплачкина. Девушки начали финальный забег в отличном темпе. Первую половину дистанции с лучшим результатом 2 минуты 13,9 секунды преодолела Инесса Гусарова, выступающая за Белгородскую и Калужскую области. А вот Светлана держалась на третьей позиции. Сохранить за собой первое место Гусарова не смогла. Не хватило сил. Сначала ее опередила ростовчанка Ольга, Вовк, чемпионка страны в беге с препятствиями. Вовк в итоге стала чемпионкой и в Оренбурге с результатом 4 минуты 29,23 секунды. А вот Оплачкина, как и на русской зиме, финишировала второй, уверенно опередив на заключительном круге Гусарову. Результат Светланы 4 минуты 30,71 секунды. Но, конечно, особенным, успешным для спортсменов Воронежской области оказалось первенство России по гиревому спорту в Томске. В первый же день в эстафете в толчке по длинному циклу Иван Филимонов из Бобровского района, а также Дмитрий Суровикин, Кирилл Жданов и Вадим Гениевский из Бугучарского района, стали чемпионами с новым рекордом России. Также на этом турнире Гениевский победил в двоеборье, а Александр Сиземин из Боброва стал лучшим в толчке и занял второе место в двоеборье. В заключительный день соревнований тройку призеров замкнул Егор Диденко из Бугучара. Для него это был дебют в категории 17-18 лет. К тому же в Томске впервые в истории воронежского гиревого спорта наш атлет выступил в жонглировании. Данил Корниенко из Поворинского района сразу же стал бронзовым призером. Он, к сожалению, не избежал падения гири. Так что потери из-за ошибок составили почти полтора балла при базовой оценке в 9,275 тысячных. Впрочем, упала гиря даже у чемпиона турнира. Так что не будем слишком уж строгими. Думаю, многие из вас никогда не видели, что такое жонглирование гирями. Мы решили сегодня провести небольшой ликбез и показать выступление Данила Корниенко без лишних комментариев. Данила Корниенко. 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 Заметим, что далее наших спортсменов ждут международные старты. В мае они выступят на первенстве Азии в Бишкеке, а в октябре в Самарканде поборются за медали первенства мира. Так что будем держать за ребят кулачки. Ну а теперь давайте порадуемся успехом наших мастеров джиу-джитсу. Первые месяцы Нового года для них выдались традиционно насыщенными. В январе в Конаково состоялось первенство страны среди спортсменов до 16 лет и до 21 года. В феврале в Санкт-Петербурге собрались ребята не старше 18 лет и взрослые спортсмены. К счастью, без наград представители нашего региона не остались. В том числе уже в который раз сильнейшим в стране оказался Дмитрий Бешенец. С героями национального форума встретилась Ольга Шаповалова. Ей слово. На старте Нового года юных мастеров джиу-джитсу традиционно принимала Тверская область. В Конаково на первенстве страны собралось больше тысячи спортсменов из 39 регионов. Наши парни и девушки завоевали там 7 наград. Но помимо медалей на соревнованиях этих разыгрывались еще и путевки на европейские и мировые турниры. Выступление на твердую четверку. У нас, конечно, были больше надежд на места. Но, к сожалению, не у всех осуществились призовые места. Многие боролись за третье место. К сожалению, вылетели. Но в общих чертах за одно выступление у нас 4 сборника страны. Соревнования по джиу-джитсу, чемпионаты и первенства проводятся очень рано. Так что к этим соревнованиям мы готовились еще в декабре. В ноябре, в декабре готовились. В январе длинные праздники. Нам не особенно пришлось праздновать. Мы продолжали готовиться. Работали над техникой. Работали над двуножними, над новыми приемами, чтобы удивить своих партнеров. Приятно удивить. Среди спортсменов до 21 года в весе до 77 килограммов финал получился чисто воронежским. В борьбе за золото сошлись товарищи по команде и одноклубники Егор Крутов и Никита Мороз. На турнире парни провели по пять боев и встретились лицом к лицу в решающем. Встреча была у нас аккуратная, джентльменская. То есть мы понимали, что мы оба уже отобрались на первенство Европы и первенство мира до 21 года. И решили, так сказать, без лишних движений, без травм, чтобы все обошлось. И по финальному мнению судей они отдали предпочтение мне. Для нас нормы уже выполнены. Мы в финале, мы оба отобраны на первенство мира. Для нас главное было отбиться, не потравмироваться, конечно, потому что лишние травмы. Они перед такими соревнованиями не мне, не им точно не нужны были. Ну и показать достойную встречу, что мы в принципе сделали. Еще пять медалей завоевали воронежцы на турнире среди спортсменов не старше 16 лет. Золотой наградой пополнила свою копилку медалей Алиса Никулина, выступавшая в весовой категории до 36 килограммов. А вот Анна Галыч и Глеб Стеканов остановились в шаге от победы. Замкнули же тройку призеров в этом возрасте Карина Грошева и Софья Крутого. Девушки завоевали бронзовые награды в весовых категориях до 44 и 48 килограммов соответственно. Грошева провела четыре боя. Первые два она завершила чистой победой. А вот в третьем уверенно лидировала 21-7. Но за 13 секунд до конца из-за замечания победу отдали сопернице. После этого Карине предстояло сразиться в полуфинальном поединке. Но спортсменка не смогла провести его на высоком уровне и в результате завоевала бронзовую медаль. Просто выходить с таким настроем тоже очень сложно, потому что тебя только что, тоже ты проиграл, очень обидно. И ты выходишь, и уже как бы не особо большой настрой есть выигрывать. Но я вначале боя вела хорошо, а потом просто за броска не ушла и попала на бросок, и проиграла автоматически. Столько же боев провела на турнире и Софья Крутого. Сестра победителя турнира среди спортсменов до 21 года – Егора Крутого. Правда, в полуфинальной встрече наша спортсменка уступила сопернице и смогла побороться лишь за третье место. В этом бою Крутого своего не упустила и одержала досрочную победу. Это, конечно, тяжело морально после проигрыша собраться, чтобы потом настроиться на выигрыш. Но благодаря поддержке моего брата у меня все получилось. Он меня настраивал перед встречей хорошо и помог мне сильно. Еще одно первенство России, правда, в этот раз среди спортсменов не старше 18 лет, прошло в начале февраля в Санкт-Петербурге. Здесь собрались представители 37 регионов. На берегах Невы воронежцы завоевали две медали. В весовой категории до 55 килограммов в разделе «Файтинг» в «Шаге от золота» остановился Александр Янкович. В его категории выступало 16 спортсменов. У троих соперников «Воронежец» выиграл и только в финале уступил представителю Москвы. Да, я рад своей серебряной наградой, так как это были соревнования по 2006-2007 году. И я там был самый младший год. Поэтому для меня эта медаль многое значит. Мои ошибки в финале. Я неподготовленно вышел. Тем более у меня была травма колена. И все это повлияло на мой проигрыш в финале. Еще одну медаль в Санкт-Петербурге завоевала Екатерина Калюкаева. Она замкнула тройку сильнейших в весе до 48 килограммов. На турнире спортсменка провела четыре встречи. Сначала она боролась в группе, где уступила в одном бою и заняла второе место. Возможно, это поражение повлияло и на дальнейший результат, признается Екатерина. В бою за выход в финал поворонежская спортсменка уступила победительнице второй подгруппы и заняла в итоге третье место. Самый сложный был бой второй в подгруппе с девочкой, которая тоже со мной вышла и тоже билась за третье место. Потому что у нее достаточно хорошая была техника. И достаточно сложно было после первого боя настроиться на второй, так как прошло не очень много времени. Нужно было немного времени, по моему мнению, чтобы отдохнуть. Конечно, хотелось большего, хотелось хотя бы попасть в финал. Но я думаю, это не проблема. Нужно работать и совершенствоваться в технике. Не остались воронежцы без медалей и на взрослом чемпионате страны. Здесь вице-чемпионкой турнира стала Манна Эварданян в категории до 48 килограммов. На турнире она провела три боя. Причем борьба за награды началась для нее с поражения. Первую схватку я проиграла по баллам. Очень спорная такая, сильная борьба была. Вторую и третью схватку я выиграла досрочно. Сделала болевой прием, крючок локтя. Впрочем, и серебряная награда позволила нашей спортсменке отобраться на европейские и мировые чемпионаты. Но все же Мане рассчитывала на большее. Я вообще рассчитывала на первое место, на золото, скажем так. Но у меня как бы всегда происходит так, что я перед соревнованиями очень сильно переживаю. И из-за этого очень сложно собираться. Особенно первая схватка для меня это очень серьезный такой шаг, серьезный шаг. И, не знаю, сложно было собираться и сразу выходить. Поэтому первую схватку я проиграла и остальные две выиграла. Ну а главным триумфатором турнира среди сильнейших спортсменов стал многократный чемпион Европы и мира Дмитрий Бешенец. В разделе «Файтинг» ему не было равных в весе до 69 килограммов. Наш спортсмен провел четыре поединка и во всех добился успеха. В бою за золото судьба свела его с Захаром Горбуновым из Санкт-Петербурга, которого спортсмен знает не понаслышке. Для меня финальная встреча была уже ясна, что я буду с этим соперником биться. Потому что мы уже третью или четвертую Россию, мы с ним бьемся в финале. И друг друга знаем максимально, что он делает, что я делаю. Отметим, что Дмитрию Бешенцу 38 лет, а он по-прежнему в прекрасной спортивной форме. Тренирует детей, служит для них примером для подражания. И продолжает завоевывать медали как на российских, так и на международных стартах. С возрастом ощущается тяжелее сгонка веса, для меня по крайней мере. Ну а по соревнованию, если в зале каждый день находиться, то в принципе не ощущается сложности проведения схвата, потому что ты уже готовишься заранее к определенному сопернику. По результатам этих турниров сразу семь воронежских спортсменов вошли в сборную страны и завоевали путевки на международные старты. Для сравнения, в прошлом году у нас было четыре сборника. К тому же на чемпионат и первенство страны на сей раз воронежские тренеры смогли вывести больше спортсменов, чем раньше. Все спортсмены воспитаны к 22-й спортивной школе. Нас в этот раз командировал не только центр спортивной подготовки, но и спортивная школа. Хотелось бы слова благодарны сказать Болдареву Юрию Александровичу, который нас командировал. В этот раз у нас выезжало более 20 спортсменов на старт. Ну а сейчас все спортсмены и их наставники усиленно готовятся уже к международным турнирам. В марте состоится первенство Европы в Париже. Первенство мира в этом году примет Астана, а чемпионат мира – Улан-Батор. Российская федерация джиу-джитсу очень надеется, что наших спортсменов на эти соревнования допустят. Верят в лучшие и воронежские атлеты. И готовятся показать свое высокое мастерство теперь за границей. Далее предлагаю вернуться к нашему традиционному проекту «Народный чемпион». Страсти после итогового голосования за лучшего спортсмена 2022 года улеглись. Мы поздравили нашу новую народную чемпионку. Ей, напомним, стала плавчиха Дарья Майбородина. И вот теперь со спокойной душой можно открывать новый сезон. Мы объявляем о старте голосования за лучшего спортсмена января и призываем вас принять в нем самое активное участие. «Народный чемпион» – специальный проект программы «Марафон», в рамках которого мы определим лучшего спортсмена в Воронежской области. Для начала в каждом из 12 месяцев, а затем выберем достойнейшего уже из дюжины героев. Таким образом, по итогам года один из наших земляков и будет удостоен громкого звания «Народный чемпион». По итогам января в пятерку номинантов попали. Мастер джиу-джитсу Егор Крутов на первенстве России среди спортсменов до 21 года. Воронежец провел пять боев и во всех добился успеха, в том числе в финале победил своего же одноклубника. А вот на взрослом чемпионате России Егор остановился в шаге от пьедестала. Бобслистка Елена Мамедова, наша спортсменка, победила на всероссийском турнире кубок сильнейших аналоги «Кубка мира». Вместе с пилотом Анастасией Макаровой она стала лучшей в зачете экипажей «Двоек», а позже Мамедова выиграла серебро гонки сильнейших. Стрелок Андрей Сезин. Воронежец победил на первом этапе «Кубка России». Андрей стал чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета, хотя в квалификации был вторым. К тому же на счету Сезина серебро турнира смешанных пар. Стрелок Наталья Ордина. Она также завоевала две медали первого этапа «Кубка страны». Второй Наталья стала в паре с Андреем Сезиным, а вот в личных соревнованиях Ордина выиграла бронзу. При этом в квалификации она была только шестой. Наконец, успешно выступила в начале года Мария Лачугина на престижном международном борцовском турнире на Кубок Ивана Ерыгина. Наша спортсменка стала третьей. Она провела четыре поединка и уступила лишь будущей чемпионке. Судьбу звания «Народный чемпион января» определяют простые болельщики. Проголосовать за лучшего спортсмена в Воронежской области можно ВКонтакте. В группе ТВ «Губерния» голосование продлится вплоть до полудня среды 1 марта. Ну а итоги подведем в следующем выпуске марафона. Ну а теперь, конечно же, мы переходим к самому яркому событию спортивного февраля в Воронеже. 17 числа в нашем городе состоялся традиционный международный турнир «Файт Райт». В этом году его Воронежская федерация смешанных единоборств проводила вместе с Лигой Open FC. К счастью, откровенно скучных боев зрители, а их было в зале очень много, не увидели. Зато было сразу два титульных поединка. В одном из них принимал участие любимец воронежской публики Илья Курзанов. Ему желали победы все без исключения. Но хозяин турнира, увы, потерпел поражение. И это не единственная плохая новость. Курзанов объявил о завершении профессиональной карьеры. И вот это расстраивает вдвойне. Согласитесь, нам будет не хватать Ильи на турнирах «Файт Райт». Последний бой Курзанова и другие ярчайшие поединки вечера в специальном репортаже Ольги Шповаловой. По турниру «Файт Райт» воронежские поклонники смешанных единоборств очень соскучились. Ведь последний раз он проводился в нашем городе ровно год назад. А после этого посмотреть на бойцов ММА было просто негде. Даже Лига Черноземья, где сражаются любители, в минувшем году по ряду причин не проводилось. А потому в минувшую пятницу вокруг октагона собрался настоящий аншлаг. На суд зрителей представили семь профессиональных поединков и один любительский. Именно он и открыл этот спортивный вечер. Честь выйти первым в октагон была предоставлена молодому и перспективному воронежскому бойцу, призеру первенства мира по смешанным единоборствам Илье Раю. Ему бросил вызов Илья Ивашенко из Рязани, темная лошадка этого вечера. Изначально Раю готовился под Мудасирас и Алиева. Но за полторы недели до турнира тот получил травму, и организаторам пришлось срочно искать ему замену. Всего за семь дней до боя Илья узнал имя нового соперника. Уже поздно было менять семь дней все-таки. Там уже по большей части работа с весом, просто какие-то отработки общие. Уже плюс. Под этого соперника мы вообще ничего о нем не знали. Боев его нет нигде. И высшая весовая категория была довольно-таки примерно тишина. В октагоне соперники провели три раунда по три минуты. В первом Илья провел своего рода разведку и понял, что в стойке с Ивашенко лучше не рисковать, надо переходить на борьбу. Он методично наносил удары и ничего не давал сделать сопернику. Так что в предпочтениях своих судьи были единогласны. После боя казалось, что Раю даже не устал. Света всегда легкая. Когда маленький был, тоже боится смотрел. Я думал, да что там, подумаешь, по башке садануть надо справа и слева. И все будет хорошо. Нет, ничего такого. Надо реально готовиться, надо быть готовым психологически, физически, духовно во всех аспектах. Под хит сектора газа вышел в октагон и еще один воронежский спортсмен Александр Кирьянов. Ему предстояло открыть профессиональную программу этого вечера. Здесь уже формула боя три раунда по пять минут. Для Александра, в отличие от Ильи, соперник не стал большой неожиданностью, потому что он готовился именно к нему и под него. Для Кирьянова, к слову действующего чемпиона России по кёку-шинкай-карате, это был шестой профессиональный бой в смешанных единоборствах. А вот для Амирхана Хаконова только второй. Впрочем, мальчиком для Витьян он вовсе не был. Мы очень хорошо готовились. Соперник хороший. Все там говорили, что он где-то там дрался. Но он очень достойный боец. Я, в принципе, понимал, что будет такой конкурентный очень бой. Вот так вот во втором раунде чуть-чуть удивил, конечно, что прошел. То есть я думал, что все-таки вообще отзащищаюсь от борьбы без проблем. В принципе, по бою это неплохо шло. Но были пару моментов, но мы их исправим, я думаю, и все будет хорошо. С первых секунд бой проходил под диктовку Кирьянова. Но соперник всячески старался перехватить инициативу и перевести борьбу в партер. Однако Воронежец не позволял ему проявить себя в более выгодной позиции. И раз за разом возвращал в стойку, нанося при этом сокрушительные удары. Даже будучи весь в крови, Хаконов не сдавался. Героически держал ответ до конца, как стойкий оловянный солдатик. Все 15 минут. Это был красивый бой, но единогласным решением судей снова победил хозяин турнира. Знаете, еще, может, сыграл фактор такой, что долго не дрался и зарядился, наверное, на то, чтобы нокаутировать. Заряд такой был, что вот, закончить, закончить бой. Из-за этого немножко съел себя то, что заряжался слишком на такой быстрый нокаут в этом бою. После боя Кирьянов поблагодарил всех своих тренеров, спонсоров, болельщиков, которые в него верили. И, конечно же, в свою семью. Огромный низкий поклон. Это огромное дело они делают для спорта. Эти люди, они достойны огромного уважения. Вот. Как-то так. И хочется еще отдельно сказать благодарность своей супруге. И потому что она терпит все эти сгонки, травмы. Вот. И хочу сказать, что я очень сильно люблю свою дочку, супругу. Сейчас поеду домой, буду отдыхать с ней. Я безумно этому рад. Следом за Кирьяновым в клетке появился Руслан Гончаров. Еще один представитель столицы Черноземья. Но его бой на этом турнире оказался самым быстрым. Воронежец провел в октагоне лишь одну минуту и 57 секунд. Вначале, правда, ничто не предвещало беды. Гончаров был очень активным. Но на исходе второй минуты москвич Владислав Пальчиков удушающим приемом вырвал победу. Изначально мы рассчитывали, что мне придется соперника бороть. Но у меня начало получаться в стойке неожиданно для меня. И он потерял сам позицию, соперник. Ну, а я занял доминирующий. И он подвернулся на прием треугольник. Я сначала его, ну, недооценил немного. Продолжил оттуда бить. А потом он закрыл его плотно. Я потерял сознание, но я принципиально не сдаюсь в таких ситуациях. Терпел до конца, но потом меня рефер разбудил. Говорит, ты фильм свой досмотрел. Говорит, давай возвращайся. Вот такие дела. Далее воронежскую публику радовали Вячеслав Данилов из Славянска на Кубани и Зубайрагаджи Алиев из Кыргызстана. Они проявили себя и в стойке, и в партере. К третьему раунду соперники уже еле стояли на ногах. Но все же довели поединок до конца. А победу единогласным решением судей отдали Алиеву. Без видимых проблем завершил свой бой любимец воронежской публики из Старого Оскола Дмитрий Ионин. Спортсмен уже не раз выступал в нашем городе на турнире, посвященном памяти Александра Сердюкова. Именно победа на нем в 2018-м сделала на тот момент 18-летнего бойца мастером спорта. Так что воронежская земля для него счастливая. Вот и на сей раз Ионин победил. А ведь за несколько дней до турнира у Дмитрия сменилось сразу несколько соперников. В итоге против Старооскольца в пятницу вечером вышел Каримжон Курбонов из Таджикистана. Он продержался в октагоне с Ионином 4 минуты и 20 секунд. Бой завершился удушающим приемом. Да тут настроиться не то тяжело, просто перед этим большие сборы проходят. Вот у меня каждый день, у меня две тренировки в день, не считая зарядку. Это три, можно сказать, а так. Утром пришел, тебя в клетку закрыли, закрыли, и пять-пять-пять по пять каждый, ну, с одним выходит, ты там остаешься, тебе другого соперника закидывают. Ты с ним и так вот каждый день. Блин, два месяца это делай, потом диету держи, вес сделай. Столько позади, что тут, блин, ну, как тут настроиться. Уже хочется, и так этого дня ждешь, чтобы отодраться. И вот сейчас просто мысли из головы, вот так вот, фух, их нету, свободно, спокойно. Спортсмены от боя к бою только повышали планку. Болельщикам такое развитие событий не могло не нравиться. Кстати, за всеми поединками Fight Right Open FC в Воронеже наблюдал чемпион Беллатора в полутяжелом весе Вадим Немков, который стал почетным гостем турнира. Бои хорошие, конкурентные, грамотно подобраны пары. Нету таких, знаешь, проходных боев, где там под местного бойца привозят обычно там мешка, и там происходит избиение в одну калитку. Тут хорошие пары и красивые бои. Из-за этого уровень турнира как бы высылается. Еще одной звездой этого бойцовского вечера в нашем городе стал Александр Загорский, лучший ринг-анонсер страны. В столицу Черноземья он, заметим, приехал уже в третий раз. Но именно этот визит стал для него особенным. Вообще с удовольствием, как всегда, я приезжаю в такие вот регионы, где очень гостеприимный живет народ. Но эта поездка особенная, потому что именно в эту поездку я встретился со своим двоюродным братом, с которым я не виделся 55 лет. Вы можете себе представить, у нас была единственная встреча, когда моему брату было два года, а мне 14 лет. Вот он сидит. Мой двоюродный брат со своей доченькой. Поэтому мне очень радостно. Вдвойне, втройне. Несмотря на то, что Загорский уже на протяжении 23 лет является ринг-анонсером и провел за эти годы сотни, а то и тысячи турниров, ему по-прежнему интересно наблюдать за боями в октагонах и рингах. Вот и в Воронеже он с нескрываемым удовольствием следил за происходящим в клетке. Шапка-ушанка – неотъемлемый атрибут воронежца Ильи Курзанова. Это знают все его поклонники. На турнире «Файт Райт» в нынешнем году ему предстояло сразиться в титульном бою за поезд чемпиона Лиги Open FC. За плечами Курзанова было на тот момент 23 профессиональных боя. А вот у его соперника Аделета Нурматова из Кыргызстана – 11. Опыт в этом поединке был на стороне Ильи, зато возраст – на стороне противника. Он на 6 лет младше Курзанова. В первом раунде соперники взвинтили темп и с отличной динамикой продолжили работать и дальше. Мало кто мог предположить, что схватка эта завершится досрочно. Но в середине второго раунда Нурматову удалось провести удушающий прием, после которого наш Илья был вынужден сдаться. Клянусь, я не ожидал от него такого. Очень хороший парень с очень хорошей подготовкой. Он просто пушка, конечно. Но на этот раз я оказался сильнее и поводнее всего, что я выиграл его. После боя Илья Курзанов поблагодарил всю свою команду, всех своих поклонников и объявил о завершении карьеры в ММА. В Воронеже он в свое время начинал свой спортивный путь. Здесь же его и закончил. Но грустить зрителям в зале по этому поводу было просто некогда. Пришла пора главного боя вечера. Это было, пожалуй, самое эффектное на турнире появление спортсмена из раздевалки. Бразилец Силмар Нуньес сразу же приковал к себе всеобщее внимание. Его профессиональная карьера также впечатляет. На счету Силмара сразу 60 поединков. Зажигательному латиноамериканцу противостоял русский богатырь Николай Алексахин. Это был его 34-й профессиональный бой. После выступления в Закеанской лиге ПФЛ Алексахин вернулся в Россию, чтобы продолжить карьеру на родине. В Воронеже я уже второй раз дерусь в этом же ивент-холе. Очень рад, хорошая публика и в целом нравится. Я сам родом из города Брянска и мне это очень близко. Начали соперники бой сдержанно, выверяя каждое свое действие. Но все же более активным в этой паре был Алексахин, который настойчиво пытался подобрать ключик к сопернику. И у него это получалось. Мы работали правой хайки в голову. Сначала прикормить корпус, когда он в левшую становится. Отбил ему переднюю ногу, он потом встал в левшую, больше вправшую не становился. И прикормил, прикормил, и потом через руки получилось попасть и в итоге добить. Этот бой с Нунисом Алексахин планировал завершить досрочно. Хотя понимал, что просто ему в клетке не будет. Силмар работает в двух стойках и является хорошим грэпплером. К бою в Воронеже он подошел, одержав до этого 7 подряд побед. Но в нашем городе эта серия прервалась. Уже за 20 секунд до конца первого раунда Алексахин нокуутировал Нуниса. В процессе подготовки соперник сменился. Этот соперник поменялся буквально за три недели. В принципе, был антропометрически похож. С Хемтин был раньше опытнее, достаточно опытнее, чем тот соперник. Хорошая серия побед, семи побед. Как видели, нестандартные, рычаги длинные, тяжело было подойти. Тем более я еще хотел почувствовать клетку, маты, подвигаться. И нашел, заготовка тренера сработала. Получилось на футболе. Планы Алексахина воплотились в жизнь. Он забрал пояс Лиги OpenFC. Оправдались и ожидания воронежской публики, которая за эти 4 часа турнира получила массу эмоций. Это первый наш совместный турнир с Лигой OpenFC. Слава Богу, все прошло на хорошем уровне. Люди довольны. Спортсмены тоже довольны. Слава Богу, без серьезных травм. В целом турнир прошел на хорошем уровне. Я рад тому, что мы в очередной раз собрали большое количество поклонников смешанных единоборств. Тем самым мы популяризировали еще больше наш вид спорта. Наши спортсмены воронежские выступают на хорошем уровне, проявляют себя. Я доволен выступлением. Конечно, к сожалению, двое наших спортсменов потерпели поражение. Но это спорт. Есть к чему дальше стремиться. Организаторы прощались с благодарной воронежской публикой до следующего года с огромным желанием и надеждой встретиться вновь, чтобы увидеть новые бои и новых, не менее ярких чемпионов. Все самые свежие новости воронежского спорта на сайте tv.fizgubernia.ru и, конечно же, в нашем марафоне. Оставайтесь с нами и всегда будете в курсе всех последних событий. Ведь мы знаем о спорте. Все. Все.